Открывая заседание Высшего Совета Всемирного Абхаза-Абазинского Конгресса, Мусаек Заков поприветствовал всех участников встречи, а многие из них были подключены онлайн из различных городовых стран. Всего 30 членов Высшего Совета. Вел заседание исполнительный секретарь ВАГ Иннар Гитсба. На повестке два вопроса, информация о работе организации за уходящий год и планы на последующий. С начала 2021 года осуществлено значительное количество инициатив, направленных на развитие и укрепление этнокультурных ценностей, истории, этнологии, традиции, сохранение нематериального культурного наследия. Совместно с уже действующими местными отделениями в населенных пунктах Абхазии была проделана большая работа по реализации проектов, ориентированных на развитие гражданского самосознания. Эта активность охватывала такие направления, как культура, спорт, здоровье, воспитания и развития детей, благоустройство территории, бережного отношения к окружающей среде и экологии. Для обеспечения более эффективной реализации поставленных задач коллектив ВАГ в этом году укрепился двумя новыми сотрудниками. Один из них, координатор местных отделений ВАГ Дмитрий Жиба, рассказал о работе своего направления в 2021 году. За текущий период было открыто более 10 местных отделений в селах Западной Абхазии. Благодаря активной деятельности местных отделений был реализован ряд крупных мероприятий, акций, социально значимых проектов. Например, закладка аллеи памяти из более 85 деревьев в новом районе города Сухум в памяти погибших в отечественной войне народа Абхазии. Проведена консультация с руководством Черноморэнерго о предоставлении жителям села Бахмаран значительных льгот на оплату сформировавшейся за долгие годы задолженности. А также руководство Черноморэнерго откликнулось на просьбу не останавливать в установленное время подачу электроэнергии в школу-интернат, согласно графику отключения. По инициативам местного отделения в селе Калдахуара была оборудована секция тяжелой атлетики в школе-интернат спортивным инвентарем. Вместе с жителями села Калдахуара очистили и отреставрировали общественную остановку по республиканскому шоссе. Руководитель аппарата ВАК Кантани рассказал о том, какая работа проделана организацией на территории Санкт-Петербурга, где и базируется сам аппарат. Установлены контакты с правительством города, в частности, комитетом по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями, с Домом национальности, молодежными центрами. По словам Таня, сотрудничество с ними позволяет повышать информированность об истории и культуре абхазо-абазинского народа. По поручению Мусы Хабалевича и в целом по его задумке аппарат активно работал совместно с видными абхазскими и абазинскими учеными над разработкой новой программы сохранения и развития родного языка, истории и литературы до 1926 года. Программа доступна онлайн на сайте Алашара и Конгресса. Для сплочения и укрепления единства нашей диаспоры в Санкт-Петербурге мы также создали, по нашей инициативе был создан ансамбль национального танца, который также участвует во всех городских, университетских мероприятиях. Мы также организовали онлайн-курсы по абазинскому языку, озвучили первую аудиокнигу на абазинском языке писателя Бемурзит Хайцукова, «Ныфиноплак» называется книга «Горсть земли». О планах на 2022 год рассказал председатель Совета регионального отделения ВАГ в Санкт-Петербурге Тимур Иквава. Продолжится работа по открытию местных отделений на территории Абхазии. Помимо процесса учреждения местных отделений, важное значение имеет деятельность самих местных ячеек. Одной из главных целей учреждения является содействие и развитие, укрепление гражданского самосознания. Мы используем все возможные способы и механизмы для своевременного решения существующих задач. Традиционно планируется активное участие в ежегодных календарных мероприятиях государственного масштаба. 21 мая – День памяти и жертвов Казской войны. 1 июня – Международный день защиты детей. А также в следующем году пройдет второй культурно-спортивный фестиваль «Абаза» в Абхазии. Отчитались о годовой работе также по направлениям благотворительности и деятельности информационного портала. Все выступающие отмечали, что серьезные коррективы в планы были внесены пандемией коронавируса.